Друзья, приветствую! С вами новости с Антоном Хардиным и чем дальше, тем интереснее. Интереснее. Ведущий продолжает бежать из страны, на этот раз удивил никто иной, как Киселёв. Киселёва заметили в Арабских Эмиратах. Поговорим с вами про международный скандал, который разгорелся после слов Лаврова. И начнём мы с Киселёва. В прошлом ролике я вам рассказывал, как Киселёв начал угрожать ударом ядерной ракетой по Великобритании. Киселёв стоял с Георгиевской ленточкой, такой весь патриотичный, рассказывал про то, как мы можем превратить в радиоактивный пепел целую страну, убив всех, кто там находится. И после этих слов, судя по всему, он сел и уехал в Арабские Эмираты, где был замечен. Вот посмотрите, пожалуйста, в сети опубликовали фотографии. Киселёв уже почему-то без Георгиевской ленточки, почему-то он её с себя снял, прогуливается по Тёплым Эмиратам. Знаете, что, друзья, мы интересно заметили его в одном из самых роскошных местных отелей. И на сайте отеля говорится «Воплощение дворцовой роскоши, описанной в сказке «Тысяча и одна ночь». Окунитесь в жизнь арабских шейхов». Минимальная стоимость недельного погружения в жизнь арабских шейхов оценивается в полмиллиона рублей. Президентский же люкс может обойтись в три с половиной миллиона рублей. Киселёв, промывая россиян, потрясая ядерной боеголовкой, решил просто-напросто взять и сбежать от этой суеты российской и потратить какие-то баснословные суммы денег, патриотичных рублей, чтобы его, уставшее после работы тело, отдохнуло и расслабилось. Но на самом деле, друзья мои, не исключаю, что Киселёв в страну не вернётся, это не точно, возможно, и вернётся. И давайте же с вами, друзья мои, посмотрим, как же Киселёв там хорошо отдыхается. Предлагаю сделать это через те же самые гугл-карты, по которым мы смотрели, как же замечательно жил один из депутатов. И давайте начнём прямо с пирса. Посмотрите, друзья мои, сейчас, возможно, прямо сейчас, пока вы смотрите этот ролик, Киселёв прогуливается где-то по замечательной набережной, возможно, купается в замечательном чистейшем море. Вы глядите, какая красота, как патриот Киселёв, который кричит о патриотизме, который кричит о том, как мы можем стереть с лица земли любую страну, как сам свалил из этой страны при первой же возможности. Вот по этим самым улочкам Киселёв сейчас прогуливается, очень, наверное, ему там хорошо и замечательно, среди пальм, среди таких же россиян-патриотов, которые взяли и свалили туда. Вот, возможно, где-то здесь он сидит и подтягивает напиточки, возможно, пивко, возможно, что-то другое. Посмотрите, поднимается по вот этой лестнице и живёт он, друзья мои, вот здесь. Скажите, красиво же, правда? Здесь и водоём с рыбками, здесь всё, чего не пожелает душа обычного российского патриота. Смотрите, как здорово и замечательно. Ну что ж, можно только порадоваться за Киселёва, сказать ему спасибо за его замечательные передачи, что он объективно освещает события, происходящие в России и в мире, и о том, как он рассказывает, как мы в случае чего можем разбомбить практически любую страну. Ну а пока вы смотрите этот ролик, Киселёв разбомбил где-то стаканчик пенного. Удивительные вещи происходят в международных отношениях. Дипломаты из российского МИДа оказались настолько дипломатичными, что сумели на ровном абсолютном месте разжечь международный скандал. Скандал между Россией и Израилем. Лавров, говоря про Зеленского, о том, что он еврей, решил себе позволить высказать теорию, которую опровергли самые известные историки. То, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Да, действительно, такая теория есть. Эту теорию разбили в пух и прах уже очень-очень давно. Откуда у Лаврова такая старейшая и неактуальная информация, можно только догадываться. И после слов Лаврова разгорелся дипломатический скандал. Вы сейчас понимаете, что за этим могло последовать. Посла России в Израиле вызвали в израильский МИД для разъяснений по поводу вот этого самого высказывания. И, казалось бы, ничего, скандал можно замять, просто-напросто извинившись. Министр иностранных дел Израиля попросил извинений от российской стороны за вот это самое заявление. Но знаете, что сделал российский МИД вместо того, чтобы извиниться? Он обвинил власти Израиля в том, что они поддерживают неонацистский режим в Киеве. Израиль поддерживает неонацистский режим. Друзья мои, вы понимаете, какая это просто пощечина? По истории, по всему. Более того, они продолжили позориться. И так как Лавров любит пацанские цитатки, я объясню это как по-пацански выглядит. Начали газовать, топите до талого. Ну или иными словами, если позориться, то до конца. И, друзья мои, после этого, скорее всего, дипломатическим отношениям между нашей страной и Израилем придет конец. Это все, финал. Всего лишь несколько слов одного пожилого человека разрушают дипломатические отношения, которые строились годами. Вот это дипломатия. МИД России вот что заявил. Обратили внимание на антиисторические заявления МИДа Израиля. Во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Израильский министр сказал буквально следующее. Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев. И дальше они выкатили целую статью, где обвиняют какую-то часть евреев в том, что они помогали нацистам, фашистам. И мол, что евреи являются самыми ярыми антисемитами. Мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Друзья мои, а это точно дипломатия? Вместо того, чтобы замять скандал, вместо того, чтобы извиниться, они начали кидаться вот буквально грязью. Причем такой, самой смачной грязью. И вот эти люди называются дипломатами. В то же время не утихает еще один скандал, который разжег Соловьев. Штрибан, который не фильтрует хрюканину, разжег такой скандал, что к нему присоединяются все новые и новые лица. Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, или Мехонцев, извините, заявил, что Соловьев сам неонацист, из числа тех, о которых он говорит. Я хочу сказать вот что, Владимир Рудольфович, вы там на телевидении все сошли с ума. Это вы, Дмитрий Губерниев, который оскорбляет людей по половому признаку. Вы оскорбляете людей по географическому признаку. Завтра вы будете оскорблять людей по национальному признаку. А послезавтра вы пойдете убивать и грабить. Все начинается с малого. И именно вы, тот неонацист, о которых вы говорите, вы разделяете людей на таких и таких, на уральцев и москвичей, на украинцев и русских, вы разделяете. Это вы негодяи. И вот в чем он здесь сейчас неправ. Постоянно вот эти самые люди разжигают какие-то скандалы между теми и другими. Делят по признаку привитый-непривитый, как он сказал, русский, украинец и так далее. Разжигая ненависть внутри страны. Но только они потом разожгли ненависть и свалили. Соловьев на озере ком из себя готовил плацдарм. Или Киселев тот же. Сначала трясет боеголовкой, а потом голопом, хотел сказать, по Европам, нет, ну, по Эмиратам. И так как до некоторых новости доходят не в день появления этих новостей, а немного позже, Соловьева обвинили и другие люди, в том числе человек, который открестился от слова «коллега» по отношению к Соловьеву. Сначала не хотел ничего говорить, но вы никак не успокаиваетесь, поэтому все-таки не смог оставить без внимания ваше высказывание про наш город, неуважаемый Владимир Соловьев. Мало того, что вы оскорбили многих людей, которых я знаю лично, вы уже не в первый раз пытаетесь навешать клеймо на наш Екатеринбург. Хотя это на вас, Владимир Рудольфович, уже клеймо оставить негде. Я журналист, являюсь главным редактором издания «Вечерние ведомости», но у меня язык не поворачивается назвать вас «коллегой», потому что именно вы дискредировали российскую журналистику, как никто другой. Именно вы превратили журналистику в лживую пропаганду. И вы так смелы в своих высказаниях, лишь потому, что в нынешней системе вам все дозволено. Дозволено без последствий оскорблять, разжигать ненависть, ненависть гражданам других стран, людям другой национальности, других взглядов, и даже, как мы видим, другого региона или города происхождения. Вам дозволено восхищаться фашизмом у Солини и называть Дитлера доблестным и смелым человеком. А вы годами призываете к развязыванию агрессивной войны, допускайте самые настоящие экстремистские высказывания, и все вам сходит с рук. Вам все можно, и лишь от этого вы такой смелый. Вы в своих высказаниях затронули понятие патриотизма. Так вот я хочу сказать, что помимо дискредитации российской журналистики, вашими стараниями было напрочь искажено и понятие патриотизма в России. Вы годами вдалбливали в головы россиян то, что патриотизм – это милитаризм и ненависть к другим, а не любовь к собственной родине. Ваш так называемый патриотизм – это халуйское низкопоклонство перед любой властью. Приезжайте к нам в Екатеринбург, я бы вам доказал все это на подробных примерах в очном споре. Но, боюсь, вы же испугаетесь открытого разговора. Вы же привыкли вещать в форме монолога, сидя в горделевой позе перед планшетом, или в студии с заранее согласованными гостями. Но, если все же осмиритесь, приезжайте, и я докажу вам, кто на самом деле является двумя процентами дерьма. И вот, друзья мои, скажите, пожалуйста, кого после этого можно назвать патриотом? Человека, который разжигает ненависть в гражданах своей же страны. Ну, хотя как своей? Для Соловьева Италия своя страна, а Россия для него не своя страна. Ну, да ладно, давайте их оставим. Здесь еще один свой высказался. Гундяев заявил о способности человека прожить без науки и искусства. Цитирую. Ну, вот знаете, про что Гундяев не сказал? Он не сказал ничего про деньги. Без науки прожить, в принципе, можно. Без искусства, да тоже можно прожить. А вот без баблишка, без золота прожить, судя по всему, Гундяев тот же сам не сможет. Без химии и физики ему нормально. А вот золото, извините, есть золото. Теперь хотел бы предостеречь своих зрителей от покупки определенного продукта. Я сейчас хочу вам показать этот самый продукт. В сети появилась вот такая фотография. В Ростове в продаже была обнаружена вот такая... Как ее назвать? Это не колбаса. Давайте просто почитаем состав, чтобы вы понимали, что если вы увидите что-то подобное, это ни в коем случае нельзя покупать. Вот смотрите, появился вот такой продукт. Ну, даже продуктом его сложно назвать. В общем, какая-то субстанция. Называется эта субстанция вареная колбаса с паприкой. Крем на растительных маслах. Продукт охлажденный. То есть, это не колбаса. Колбаса в кавычках, видите? Это крем на растительных маслах. Читаем. Состав. Вода, маргарин, масло пальмовое, володинское, скорее всего, почему-то надписи володинское не вижу. Эмульгаторы какие-то, глицерины, жирные кислоты, соль, красители, ароматизаторы. Разные экстракты, сахар, овощи, чеснок, опять экстракты. В общем, все, что угодно, кроме мяса. И убило просто вот эта надпись. В продукте возможно присутствие следов орехов, злаков, яиц, молока, сои, горчицы, сельдерея. Мясо продуктовых животных и птицы и продуктов их переработки. То есть, в колбасе вареной с паприкой возможно наличие мяса. Но если вы найдете, вы не удивляетесь. Оно туда могло попасть случайно. Вот этим, друзья мои, сейчас скормят людей. И вот эта палка колбасы 500 граммов стоит примерно 290 что ли рублей. Ну, по крайней мере, такая информация появилась в интернете. Так что, друзья мои, я вас предупреждаю. Если вы увидите что-то подобное, ни в коем случае не покупайте. Это просто отрава. Это вот наш ответ импортозамещению. Колбасу делать из растительных жиров. И, друзья мои, делитесь роликом. Не забывайте подписаться на канал, так как это очень помогает в распространении информации. Если мы с вами правду распространять не будем, нам будут врать в глаза они. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь. А с вами был Игорь Негода.